Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Хеллер, и я рад, что я снова начал, наконец-то, записывать Европу и Универсалис. Ну, как вы помните, мы играем в Задакию, и в прошлой серии мы покорили еще одну державу, бургунцев. Вот, наши вассалы Венета, теперь еще и бургунцы. Мы уже начали процесс аннексии. Вот, ну и мы продолжаем играть в Задакию и создавать мощное государство, как вы видите, у нас ситуация с религией. Ну, не очень, как бы, еще четыре правительства исповедуют не нашу национальную религию, так же, как у любой большой империи, скульптуру, вот, не то открыл, сейчас, скульптура у нас тоже все хреново, как вы видите, вот это все, почти половина нашей державы, это непризнанные культуры нами. Ну, я надеюсь, мы их признаем чуть позже, потому что без этого, как бы, никак. Так, отказываемся передавать торговое влияние Риму. Кстати, мы с Римом стали в дружеских отношениях, значит, можно будет пойти и повоевать с Сарматами потом, потому что, ну, тяжело будет вывать с Сарматами в одиночку. Ну, пока мы не можем это анализировать. Так. Вот идет у нас тут, в истинную веру, в Волынь мы переводим, но пока все, будем ждать. Неплохо мы так провинции себе набрали в этой войне. И вот наши следующие враги, это, скорее всего, будут Готы. Но они, как вы видите, состоят против нас в коалиции. А кто состоит против нас в коалиции? Только Готы. А, только Готы. А кто у них союзники? Руги. Готы и Руги. Если нас поддерживают все наши союзники, мы легко можем напасть и на Готов тоже. Все, они отменили субсидии. Но Рим пока с нами все равно в дружеских отношениях. Несмотря на то, что отменили субсидии. Мы пока с ними тоже улучшаем отношения. А надо было улучшать уже не с Римом, а с бургунцами. Потому что они наш массал. И быть с ними в плохих отношениях, это нехорошо. Так, все. Призываем нашего человека из Рима. Пусть возвращается и отправляется в Бургундию, в Ленчицу. Там у нас он будет послом. Дипломатия. Улучшить отношения. Начинаем улучшить отношения с бургунцами. А винетов мы уже почти присоединили. Через пять лет. Пять лет, серьезно? Ничего себе. Походим в одну пачку. Базовое значение. Базовое значение. Положим предправление. Это мы проверим. Это все. Какая уния у нас. Вассалитет. А, нет. Ну все нормально. Просто так написано, короче. Да, в смысле. Так. Народные волнения какие-то. Ну это понятно. Это немцы, которые недавно были присоединены к нам. Германские племена. Вот они. Жестоко с ними будем обращаться. Не жалеть никого. Чтобы не было никаких восстаний у нас. Саксонцы опять с кем завоевают. Кого-то завоевают. Ну, Саксонцы представляют такую сильную державу, потому что у них много боингов. Только и всего. А так они, ну, никто. Они подножный код. Варвары. Так. Чего-то посмотреть. Как там у нас забыл я? Христианство. Постранец. Потому что христианство это, ну, все еще 31. Христианство это одно из таких, один из таких факторов распада Римской империи. Лишние внутренние волнения в Римской империи нам не помешают. Видите, тут галы могут свою конфедерацию какую-то сделать. А племена франков, которые потом, по идее, должны будут захватить все вот этого, какие-то слабые. А мы пока ждем. Пока. Блин, а Сандемир, почему мы не можем пока? 90, да, у меня 33. А сколько у нас накапливается? По 4 в год. А почему? Снимается. Потому что... Религиозная у нас фигня эта идет. Чтобы иметь религию, нужно тратить административные очки. Потому что, ну, не положено в этом веке, как бы... Как их там называют-то? Миссионер. Да, миссионер. Почему мы не можем принять ихнюю культуру, как бы? У нас все провинции ихние. Все провинции ихние у нас, как бы, это... Национальную религию исповедуют. Все провинции исповедуют национальную религию, и почему-то не хотят. Рекеш. Ну, мы сейчас в обмоте реагируем, будем уже в других провинциях, как бы, которые сейчас снексируем... Которые сделаны своими национальными, мы будем в них уже проводить смену религий. Потому что куда это годится? А культуру мы сможем в них сменить еще? Ох, как не скоро, потому что... Сейчас я посмотрю. Они подвержены национализму, и я не знаю, сколько это национализм еще будет подвигаться у них. Я забыл, где я смотрел прошлую серию. А, до 140-го года. Еще 12 лет, короче. Пока мы сможем их перевести в свою культуру, а это будет дорого, стоит паечка. Главное, чтобы союзники наши у нас же потом не напали. Вандалы или вот мормоны эти, как я их называю, мармины. Неправильно называется, по-моему. Главное, чтобы они на нас не напали. А так все будет нормально. Вене-то уже на 15% причинено нам. Люблин, это неплохая провинция. И... Ленчиться тоже нам пригодится. Стихами заговорил. Почему они не перенесут столицу в Варшаву? У нее больше, как бы, так он называется. Базовый долг. Ну, не знаю, короче. Не мое дело. Пока еще у них происходит национальное волнение. Ну, если вот эти вот пиндосы объявят мне войну, то ринзы мне, скорее всего, вступятся, и мы их вместе еще разнесем. И еще я их сделаю сами, бацалы. Это будет вообще очень легко. Это, получается, они мне сами отдадутся. Но это в перспективе. Так, сколько у меня вообще подразделений? 13, 16 доступных. Значит, среди из этих мы оставим винетов. Автономия большая. Я никогда не снижаю автономию вручную, потому что начинаются серьезные волнения всякие. Полезно развитие флота. Ну, да, скажем, что он прав. Лучше, чем получить инфляцию и всякие бафы, дебафы. Вообще, тут не исследование территории, а это очень плохо, потому что придется, значит, отдать провинцию к каким-нибудь вандалу. А это будет очень неудобно. Так. У крестьянцев все та же, что происходит в 31 провинции. Вот, о, мармир, развивание, рудный... А, да, это все та война за рудные горы, которую мы отдали вандалу уже. В общем-то, реально горы. Хотя, саксония даже более гористая такая. Зима, кстати, у нас. Зима, зима. Так. Да мне нравятся эти истории. А, да, это национальный эпос. Хороший баф. Дает престижу плюс. А это нам необходимо, так скажем. Хороший престиж. Миссионер закончил свою работу в Волоне на 83%. Он закончит ее через год, в январе. Ну, нормально. Они больше не считают нас своими соперниками. Ну, ладно. Ну, они еще не в васальное отношение к нам испытывают, и все еще их поддерживают. А, они больше не могут быть нашими соперниками, все ясно. Они вот такие лохи. Сарматы, значит, как нашими соперниками теперь. Еще надо? А, нет, не надо. Благодаря богу, а то пришлось бы назначить своих союзников соперниками. А, это было бы, знаете, как-то не очень воевать с ними. Так, 13-16. Два вассал. Который платит очень... И просто зверско мало. Ну, феодальную монархию мы туда не открыли, чтобы они платили на 25%. Ох ты. Гургундская партия здесь прям... Восстает против моего правления. Националисты голову поднимают из-за сверхрасширения и все, конечно. Национальные безборядки, видите, плюс 3. Пока Бекиши, Сироц, не станут нашими национальными провинциями, мы ничего не сделаем. Вот, как мы видим, наши союзники неплохо тут боюют. Племена англов захватывают, рудов. То есть, как бы, это... Победоносная война такая. Фресландцы. Ну, короче, по полной, короче. Всем ломили, они там. Короче, что это они так... Ну, потому что их друзья в коалиции, и они в коалиции, все эти, мы, так сказать, пошли и вступили в коалицию против нас. Кстати, у нас есть... с ароматами, так что я не буду пока воевать с готами, что мне идти в ту сторону, все расширяется, расширяется. Расширимся вот здесь, завоеваем себе Молдавию и Падонию. Там, ну, может быть, и сам еще к себе присоединяем. И вот, так вот будем сидеть уже с хорошими провинциями на востоке. Ну, потом уже можно с готами повоевать, на север отправиться. Это все, конечно, будет очень интересно. Абхазы. Абхазцы, конечно, молодцы. Представляете, 208 месяцев, чтобы перевести провинцию в свою религию. Это, конечно, жесть. О, опять у нас тут польская парка уже достает. Австрийская партия. Скучно, скучно ждать, конечно, всего этого, но что поделаешь. Такая игра, то, что сначала ты всем вломишь, а потом ждешь, пока все национализируется, все придет в твою истинную веру, чтобы не было никаких потом проблем, можно было потом опять всем вломить. В общем, простая тактика. О, можем национализировать, наконец, сандомир, а то стоит он все у нас не национализировано. Хороший партия мы отхватили, с хорошим базовым налогом. Прям вот. Прям здорово. Так, что у нас с религией там? Почти-почти уже, ребятки, 95% в январе уже перейдут на нашу истинную веру, и все будет окей. Хотя я не понимаю, что это вообще за веру, такая за лохизм какой-то. Не понятно. Ну, будем уже в бекише. Давайте посмотрим, карту восстания. Вот они, видите, где самая проблемная зона у нас. Ну, в Валы непонятно почему, потому что... В Белзе непонятно почему. Ну, а, нет, все, я снизу сверх расширения, конечно же. Все эти проблемы у нас. Активизировались повстанцы. Валы скоро станет нашей, и все будет уже лучше у нас. Мы уже будем проповедовать в бекише свое верование. Залахизм. Старый добрый залахизм. В 30-м тоже году, только в сентябре. Вот, серый станет нашей. Абекиш. Абекиш уже наш. Так, вот. Вот эту территорию мы сделали. Ну, перевели в нашу истинную веру, а эти были исконно наши. А вот эти должны стать нашими. Здесь. Вот, все, волынь стала исповедовать истинную веру. Абекиш сейчас станет исповедовать истинную веру. Абекиш, по идее, бекиш, по идее, не должен был войти в состав нашего государства. Ну, так получилось и получилось. А, блин, ну, представляете, что я сделал, ребят? А-а-а. Ну, разогрузите груз срочно, ребята. Мисклики пошли уже у нас. Случайно взял и отдал винетам всю их территорию. Че-то как-то я по-щедрому обошелся с ними. Взял и отдал винетам всю их территорию. Да, конечно, это было очень тупо. Очень тупо. У меня была где-то такая фигня. Слава богу, что есть старое доброе автосохранение, которое нас спасает от всяких проблем. Конечно, баллень тут еще не стал нашим. Опять накидает. Да не буду. 53% торгового влияния. Вы что, с ума сошли? Краков контролирует винета. Значит, люблин очень важный такой, да? В Краковском торговом музее. О, все, баллень стала исповедовать истинную веру. Ну, а мы начинаем переводить в истинную веру бекиш. Сервис скоро станет нашей национальной провинцией. И, наконец, закончатся эти беспорядки из-за сверхрасширения. Какая у нас цель? Больше часов конфессий. А-а-а. Вот туда. Вот, снова нам выделили зато с обсидией. Видите, перезгрузили игру и все стало отлично. Вот, пока не будет. Так, что там у нас бургонцы? Все еще враждебные. Ну, это пройдет. Особенно, когда все их территории станут нашими национальными, то это вообще уже пройдет по полной. И они уже даже не пискнут. Когда у нас там закончится? Сейчас я вам скажу. Что-то мы ждем. Через четыре года только станет бекиш нашим, поведать нашу веру. Так, карта автономии. Давайте я посмотрю свою. Ну, конечно, вот наша национальная территория исконная. Здесь у нас поменьше. Ну, а здесь самые большие, конечно. Все ради самые большие автономии, несмотря на то, что Сандаймир позже ее начал превращать свою национальную провинцию. А из ресурсов у нас шерсть, соль, зерно, текстиль теперь у нас есть, как и называется, ткани и снасти. Нормально. Давайте, кстати, посмотрим на торговую статистику. Так, ну, точно. Кстати, что забывали наши союзники? Ох ты, как они. Они прям жестоко никого не жили, завоевывают. Все. У ломбардцев отхватили. Неплохой такой кусок они. А саксонцы взяли все земли. Как это называется, даже не знаю. ФРС. Утрихцев, короче. Ну, а франки ничего не забрали себе. А, ничего, вот, кассель завоевали. Смотри-ка, что. Молодцы какие-то. А мы вообще с ними в династическом браке? О, да, в династическом браке, все нормально. Надо бы с ним, что ли, лучше, потом будут отношения. Просто мы пока с нашими глазами менячимся, и мы не можем. Так, давайте посмотрим торговля. Да, вот он. Хозяйственные товары. А, нет, это фигня. Так, стратегический товар. Рим, 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 рим. Все, рим. Кроме чая, фарфора, пряности. Нет, это товар, в которых, в принципе, нет в Европе. Короче, кто-то держал тоже. МНХ. И ВГА, ВГА, я не знаю, что это, короче, они нефть производят хорошо, но нефть это новый товар такой, добавленный в игру, понятное дело, потому что экстендер таймлайн. А так везде римляне. Допустим, зерно, мы контролируем 1,6, они контролируют 28,8%. Вино, мы контролируем 0, они... Так, давайте какие товары у нас шерсть? Мы контролируем 4, они 31%. Так, что у нас еще есть из товаров? Вот, в смысле, мы контролируем 4, они 32%. Все ясно, да? А, ну и ткани напоследок давайте, где они? Вот они. 41, у нас 1,6. Вот, так, 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 так. Все, она не считается нашим национальным. Все у нас норма со стороны. Добавка беспорядка теперь не очень большой, скоро вообще его не будет. Ну, а польскую партию, наверное, нужно присмирить как-то. Где у нас основные очаги восстания? Ну, конечно, они такие сильные, но почему-то именно польские националисты самые такие. Рьяные. Что у них тут мешает? Доход на налог в правительстве. Я вот не понимаю эту хрень, минус 3%. Причем доход на налог в правительстве, это понятно. Что доход на налог? Короче, в жопу. Так. Так, так, так. Давайте посмотрим карту коалиции, так, на масштаб. Кто еще может тупить против нас коалицию ломбардцы и вот эти наши друзья? Ну, вот эти такие напряженки. Напряженка у нас такая, но нет. Против Рим нет коалиции, против Англи нет коалиции, против моих союзников, ах, я хочу сказать, противников нет коалиции, это так странно. А с религиями, как всегда, куча непризнанных религий на территории Немской империи. На дополнение указано. Ну, заставим делать, что им велят. Вот кто молодцы. Други. Немцы, конечно же, столько римлян и щеманули, которые мы отобрали территорию. И самое, что интересно, христиане набирают силу, а это очень хорошо, потому что это приближает, конечно, все к конец Римской империи. Но и иудеи так не отстают, как-то. Короче, это хорошо, что христианство набирает силу. Нет, Бургунд есть еще злая на нас. Но это, наверное, потому что мы их не провинции, еще не полностью национализировали. Рабы, кстати, вот эти чуваки контролируют, а КС, которые к Си, цель, будем их так называть, красиво же. Сравнение счета. Мы какие-то, мы идем 10-й в мире. Нормально. Вот тройка лучших. Партия туда входит, Рим туда входит. А мы, мы тоже куда-то входим. Блин, прям опасные такие ребятки. И очки у меня уже закончились. Зависит, теперь, в принципе, летать. 33,7 лет, 3 года, 8 лет. Несмотря на то, что, короче, опаснейшее восстание, это восстание будет у нас, восстание Бургундской партии. Ну, потому что мы их еще даже не полностью национализировали. Чего от них ждать? На 68% уже аннексированы. Венеты. Долг идет аннексия в этом веке. Ну, что поделаешь. Вот эта вот провинция осталась последним таким цивилизованным островком славянского вероисповедания. Блин, давай быстрее, быстрее, быстрее. Векишему неплохо, так религию нашему сожидаем еще 3 года осталось до того, как она станет нашей национальной. Тут римляне, конечно, в Африке жестоко всех ограничивают в правах, как вы видите, предупреждены, предупреждены. Не дают расти африканским странам. Парфийцы предупредили только вот этих ребят. А их предупредили аж две державы. Сарматов никто не предупредил. Аланию предупредили римляне. Почему-то у них у всех вечно военность с претендентами всякие. 2, 5, 3, 2, 6, 5. То есть нарастает, нарастает восстание, это опасно очень всем. Ну, что я могу сделать, в принципе? Ничего. Только ждать и надеяться, потому что очков военно у меня нет, они кончились. И теперь встал даже бой, но задержал. Шесть. Блин, а почему у нас не шесть? Кстати, у нас может быть, если мы захотим уже шесть. Мы, кстати, сможем устроить торговые корабли и пускать их по воде. Вот, когда мы достигнем пятого уровня, я так и буду делать. Пусть они плавают у меня. Набивают мне могущество. Продолжение следует... Подавить какое-нибудь восстание, ну так, только одно. Самое опасное подавлю, конечно, вот это вот бургундской партии, потому что Венетов тут только 6,5 лет, а бургундской партии она прям близко уже. И все еще бургундцы нас не любят, династики брак даже сами не хотят заключать, хотя вассалы. Ну, заботятся, заботятся, все еще заботятся у нас с ними все плохие моменты, и они станут думать о нас уже как асюзоры и будут нас бояться. Как того и надо, так, 2,1, 3,2, 6,5, ну значит мы понижаем даже столько обращений. Так, свели бургундское восстание на нет, и бургундцы теперь усмирили свой пыл. так скажем, через 2 года, или может уже не через 2 года, но 90% уже короче земли Венетов наши. Это очень хорошо. Очень-очень опасно развиваются у нас наемники. Да, в Сандомире все станет нормально, сверх расширения никакого не будет у нас. Мы будем спокойно уже покорять народа дальше. Март 34 года, 134. Ну, короче, у нас вот эти вот земли, они у нас в перспективе те, которые мы должны завоевать, земли Сарматов. Мы тут занимаемся чем? Ну, краим историю по-новому, как бы. Все уже не знаю, как повернется, потому что Дакия не имела такой мощи, как бы никогда не воевала с немцами, не завоевывала их ни земли. Конечно, при помощи римлян я бы мог объявить войну многим немцам, но я не хочу, как бы это вот. Допустим, вот эти вот, я бы вот с ними повывал, да, но они союзники вандалов, что я с ними сделаю? Не могу ничего с ними сделать. Для меня вот этот союзник потерял ценность, он меня почти в войнах не поддерживает, иначе ко мне вообще такой нужен. Ну, пусть остается пока союзником, это лучше, чем врагом, потому что такой крупный я немецкая держава, я пока бывать не готов, потому что союзники у них прям вот, ну, не прям чтобы супер, но довольно сильные немецкие тоже державы. и кто сказал, что Рим непобедимый, так скажем. Вот австрийская партия тоже, видите, опять набирает силу, польская партия тоже набирает силу. Ну, у нас уже скоро, в июне, закончится национализация последней партии Сандомира, и все. И мы будем уже жить спокойно. Тоже только текстиль у них готов. Все. Теперь. О! Кого-то мы сделали. Смотрите. Поляков, да? Все, отлично. Смотрите. Поляки теперь считаются нашей национальной культурой. И польские выступления, я сейчас думаю, прекратятся практически. Тут еще есть небольшие выступления, но, как бы, я вот думаю, уже не прям что-нибудь слишком сильное. Теперь. О, блин, тут у всех такие 208-208, короче. А, да. Слишком много воинов у нас. Так что мы выделим три отряда, отправим сюда, а вот этот отряд ему ничто не было, чтобы на экономике на наши это никаким плохим образом не сказывалось. Я хочу также запереть прохождение по Виктории 2-й, потому что игра тоже интересная. Почему, как бы, по ней не запереть прохождение? Ну, армия, ну, более-менее укрепилась, как бы. Вот все. Синтонер тоже стал нашей национальной провинцией. Сейчас уже бургунцы должны какие-то, ну, подобрить как-то. Все, видите, эта фракция уже поревнула. Поляки. Сори. До свидания. Два и три. Три и семь. То есть у нас вот эти вот фракции пока нарастают, а поляки... А, все. А, вот видите, венеты, поляки снижают свои беспорядки. Все снизилось, мы признали их не культуру. Наконец-то я прям ждал этого. Теперь у нас две культуры признаны. Токийская и польская. Смотрите. Теперь хоть по-нормальней, то прям все было красное. Теперь еще можем... А, нет. Готская культура. Ну, жалко. Славяне, славяне. А тут немцы, по-моему, да? Нет. А, Ромуба, Ромуба. Тут в будущем должна быть вообще образована Литва. Знаете, где мы видим? Кабинеты, все, поревнули по полку. Кабинеты почти больше уже не существуют. И ихняя партия теряет, собственно, всю свою агрессивность. Вот у нас есть правитель, вот есть наоборот. Наследника, надеюсь, у нас больше не будет никаких там междуцарств и всяких таких проблем. Я думаю, когда... Когда... Когда Сандомир... Ну, нет, в смысле... Когда Векиш станет нашей... Ну, исповедит нашу религию, то мы уже можем подумать о походах в эту сторону против сарматов, собственно. Несмотря на название с технологией, тут тоже допущены в этом некоторые ошибки. И поэтому написано одно, а по факту совсем другое. 555, 666, 546, 566, довольно-таки современный тоже народ. Не то, что мы. Мы немного отстали. Ну, потому что много забоевывали, поэтому отстали. Все поляки совсем уже приумели. Карты национальных беспорядков. Здесь меньше, а вот Векиш серьезно, ну, потому что... Потому что Векиши сейчас... Ну, пытаются их заставить исповедовать истинную религию. Ну, а так мы уже неплохо так многих подчинили нашей истинной вере. А пока у нас задание одно. Это чтобы все в нашем государстве исповедовали одну единую истинную веру. За Малхизм. Слава за Малхизм. Один год остался до восстания австрийской партии. Это очень плохо. И этого восстания, если честно, боюсь. Ну, окажем помощь нашим дворянам. Не будем тратить очки. Денег у нас хоть отбавлять. Беспорядки здесь. Здесь. В принципе, беспорядков тут больше нет нигде, кроме этого. Кроме Бекиша. Так, надо смотреть информацию по повстанцам, потому что я уже реально начинаю бояться. Так, шанс. Бекиш. Жестокое обращение было бы, конечно, круто, но нельзя. 600 нужно очков. Базово. А нам нужно 660. Потому что мы варвары, так скажем. Блин. Извиняюсь. Нокоть болит. На руке. Так, так, так. Ну, тут три года еще, а вот здесь один год. И меня это очень смущает, конечно. Еще потому что один год как раз где-то остался до... Даже больше года. До того, как мы поменяем эту городскую немецкую религию на нашу национальную, родную. Замбалхизм. А так-то мощно такое уже держава мы сколотили. Неплохо. Я смотрел 19 провинций. О, в Сандомире уже почти понизился. Национальный... Национальный беспредел. Ох, 90%. Полгода осталось. Полгода, ребят. До восстания австрийских националистов. Нужно 50 вам военных очков. А не столько, сколько у вас есть. Так что... Блин, а че так много-то? Генералов много, потому что... А где они у меня все назначены-то? И вот. А, блин. Надо просто править, а то иначе на одно из мест. Нет, парень слишком хороший. А вот этот... Вот, вот этот парень-дебил какой-то. Поиск и такой же, как наш король. Так что мы его снимем. А вот этот и... А, стоп. Нет, нет. Все, почему Вот, теперь могу Все, сборку дни на максимуме отношения И они все еще нас ненавидят Но будем ждать Когда они перестанут нас ненавидеть Будем укреплять отношения с нашими Ближайшими соседями Иван Мармирами этими и вандалами Плохой вояка А вот этот вот прям хороший парень Военный Прям вот вояка Любит повоевать Все еще враждебно они к нам Надо ждать, надо ждать пока они Опомнятся Кто они и в какой стране И в какой стране служат Очень плохо, очень все плохо здесь И даже если я поднижу ее на 30% Все будет все равно очень плохо Это все с одной провинцией Весь этот гонор-то идет С Бекеша Просто потому что мы меняем там религии Ну представьте сейчас Как православные допустим Или мусульмане К вам вырываются Все Крест на пол Исповедуем мусульманскую веру Давайте, молись Аллаху Вы бы конечно тоже расстроились Там типа Вы что ребята Да я христиан А они бы вам сказали как я Да мне насрать Исповедуй нашу веру Конечно вы были очень как бы Расстроены Как мягко говоря Черт Уфоги Коммерческие лодки Делаем Инфляция добавляется так Ничего себе За коммерческие лодки Нифига себе По Аж по 2 По 2% инфляции добавляется Да уже этот Бекеш станет Кстати мы стали 11 в мире Это плохо Давно мы видим ничего значимого Значимого мы не делали То что нас так принизили В нашем статусе Ну у нас только опять-таки Дипломатические Из-за хороших союзников Очки постоянно текут в казах Ну и из-за вассалов конечно тоже Ну одного вассала Когда же ему нужен ДС Может правитель должен сдохнуть Допустим 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 Наследнику 46 лет Вообще Полнотации Может реальный правитель должен сдохнуть Чтоб поменялось моего зрения Государство Наших друзей Наших друзей Вояка Здесь Администратор Администратор В Риме Джулиан Джулиан 1 В Риме Дупустим В Риме Администратор В Риме В Риме Дупустим Смерти Монарха Дидиус Дулеан Декенус Карпи Декенус 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 Прикольно было То есть мы стали Вуни, главным партнером Вуни с Римом. Это было бы просто прикольно. Мы бы их держали, если бы смогли, наверное, в рукаве, в кулаке. А потом бы, когда они стали частью нашей империи, мне зачем такая империя сразу большая нужна, я хочу захватывать. Я, может, оставил себе часть земель, вот этих, допустим, да? А вот это всё, пум-пум-пум-пум-пум-пум, освобожу свободу державу. Зачем я, как бы, такое большое государство, я просто не смогу им управлять. Я люблю так, идёшь по нарастающей, как бы, всё больше, 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 всё легче и легче им управлять, потому что ты сам, как бы, это государство строил. Ты знаешь, у тебя где чё, а так резко, хоп, получаешь, тебе ещё разбираться, в этом придётся огромная территория. Нет, нетушки, спасибо. Не хочу так. Оп, всё, отправляем на торговлю в Константинополе. Видали, да? Только не 182 коммерческие лодки, а у нас одна. О, мы стали контролировать Краков, кстати, это замечательно просто. Давайте посмотрим, что у нас там выходит по котировкам, по котировкам, так скажем. 12% А у Рима... А, нет, какой 12%? 26% А у Рима 21%. Кто тут главный? О, всё, видишь, стал исповедовать истинную веру. Кстати, скоро они, наверное, уже не будут так гнать на нас. О, Люблин тоже уже готов принять своих героев. Нет, нет, ни за что, ни за что, а римляне нет. Венец снова начали что-то бухтеть против нас, потому что мы начали ихнюю веру притеснять. Славянскую. И тут у нас мы как бы до 10 лет аж, ничего себе. Надо было даже бургунцев снижать. Бургунцы даже опаснее будут выглядеть. Ну да, бургунцев надо было снижать. Ну ладно, черт. Допустим, если мы сейчас объявим войну с арматом, нам это сойдёт срок. А, непонятно. Призовём дипломата, всё, объявим войну, это нам сойдёт срок, как бы мы сможем призвать нормальных союзников, потому что с арматом нет союзников. Кстати, нас поддерживают вот эти союзники, а эти почему нет? Отдарённая война, оборотное отношение к древнему деке, а эти воры... Они читают вот эту отдалённую войну. Им кажется, что это очень близко. Ну ладно. Давайте провинцию Молдавии. Отличная цель. Так. Вот наш колец. 388 тысяч против 19. Изи. Нет, вот эта армия у нас зайдёт вот отсюда. А эта армия пойдёт. Короче, Молдавию подводим. Вот, у нас две армии. Две группы армии. О, повысили стабильность. Отлично. Повысили стабильность. 15 лет, чтобы падать не в остальное. Два года. Вот здесь самая, конечно, жопушная. А тут 28 лет, что-то нужно. Благодаря хорошей стабильности мы можем найти генерал, но я пока не буду это делать, ну нафиг. Зачем это не надо? Не, тем более нет военных очков для этого. А если будут, то я их пущу в понижение и волнение в моих поселениях. Ну, в принципе, мы уже вот это всё подчинили своей вере. А они почти уже сдались. То есть, по-моему, христиане опять завоевали какие-то новые земли. То есть, не то, что завоевали. Новые земли сдались поведу христианством. Так, религии. Самое большое количество стран исповедуют эпитемизм, буддизм и немецкую. А самое большое количество провинций – африканскую, татемизм и южноамериканскую. А христианство 34 провинции. Вот это да. Ну, они вот здесь укрепились, я вижу. Вот здесь. Вот здесь. И, как я увидел, вот здесь они тоже. Македония. Осталось поведовать её, по-моему, его. Вот здесь вот. Как бы, короче, по полной они уже начали захват провинции. И скоро, может, и Рим принят уже как государственную религию. У нашего, парадокс, у нашего бассала армия чуть ли не больше, чем у нас. Ну, конечно, не больше, но всё, чуть-чуть-чуть. Почти. Ну, мы разбили сарманский флоу, брат. Но корабль, который захватили, был отдан римлянам. В Бекеш уже всё спокойно. Только вот эти две провинции пока у нас репутуют. Сандомир и Сиракс. А так у остальных всё спокойно. А в Люблине у нас в 37-м году уже будет наша истинная религия. И без проблем, короче. А мы пока будем громить бедных, слабых сарматов. Которые собрали всё своё войско, чтобы победить римлянам. Но всё равно почему-то проигрывают. В общем, очень всё легко у нас. Нам удаётся. Наши бассалы, наши союзники, все нам помогают. Всё очень хорошо. Будем захватывать, захватывать, захватывать. Я хочу, чтобы они вообще по полной тому отхватили от нас. Чтобы все земли прямых не были наши. И у них нет абсолютно никаких договоров. У них только есть претензии на завоевание с нами, с Римом, с Парфи и Аланьей. Но никем они не воюют. Они с ними улучшают отношения Алланца. И у них есть демонстический брак вот с этими ребятами тоже. Только какая-то кочевая орда очередная. Ну, в общем-то всё, у них больше ничего нет. Всё, классальные отношения есть. Отлично. Сейчас они ещё будут прям до свинячьего визга счастливы. Типа, где вот эта фигня? Воюем вместе. Плюс 25. Ура. И они счастливы, потому что воюем вместе. Они... Как жена. Ей тоже нужно всё время делать что-то вместе. Понимаете? С мужем. Блин, стоп. Всё, у нас есть лодка. Лодка есть. Возвращайтесь. Лодка-то есть. Мы можем максимум два отношения каких-то иметь. Но мы им имеем их больше. Опять окажем богу, всё равно дофига денег у нас. Мы имеем их больше. Почему? Потому что нам не выжить просто с таким маленьким количеством союзников. Это просто будет даже неинтересно. Никому. Будем торговать, я решил, в Рагузе. Потому что лучше даже в Рагузе, чем в Константинополе. Потому что в Рагузе у нас есть провинция в Рагузском торговом. Ну, вот так посмотреть. В Константинополе у нас только одна выгодная провинция. Ну, пусть она себе сама торговывает. Как бы в Рагузе у нас много провинций. Также у нас много провинций довольно-таки в Вене. Мы имеем там 5% влияния. В Кракове мы вообще его контролируем. Несмотря на то, что Краков принадлежит нашим союзникам. Но, видимо, Люблин это довольно-таки важный кусочек Кракова. Но вообще мы контролируем. Вокруг Краков почти все провинции. Кроме вот этих вот готских и наших союзников. А так мы дофига контролируем в Кракове. А этот торговый узел относится, я не знаю почему. К Киеву он относится. К Киеву. Ну, а Киев пока даже нашему обзору закрыт. О, кстати, мы теперь знаем все провинции наших врагов будущих, возможно. Это Мариенбург. Последняя провинция, которую мы до этого не знали. И производит она снасть. Так, все, продолжаем движение. Братслав. Десант. Или Братслав. Ну, в сути это не менее получит. А сада продолжается. Причем, ступите-то поставили какой-нибудь кораблик здесь хоть в дизайне. А то че так приуныли-то, ребята? Я думаю. А у них тут проблемы. А, в общем-то, всю армию мы уже разбили с арматов одним ударом. Практически все. Где-то у них есть еще 11 тысяч ходят. Приунывшие. В смысле, к Белому миру они были уже согласны. Они даже согласны отдать нам уже Молдавию. Но не подволь. Я хочу забрать их много провинций. Опять-таки, агрессивно вести себя надо. А то будешь... Ну, ни с чем останешься, короче, так скажем. Бургундская партия сейчас самая опасная. Один год до восстания. Но я думаю, ревли нам, конечно, помогут как-нибудь с ними. Но все равно неприятно. Ну, а осада продолжается. Продолжаются осады. Так, ну, братцев мы почти взяли. Скоро возьмем и десант. Но чуть позже. С городом Хаджибей. Ну, потому что правят тут кто? Правят тут Сармат, кочевники. Конечно, с городом Хаджибей. Можете, я дам ему, допустим, кодьяк, а дам римлян. И без проблем. Так, вот этот группировка продвигается постоянно, просто потому что партнер продвигается вдоль моря. Вот все римляне были достаточно умные и поставили бы свое войско здесь. Все будет у нас отлично. Но они так не хотят. Это не в их интересах, я так понял. Поставили вплоть здесь. И мы бы очень быстро все тут забыли. Но им это не интересно. Черкассы почти уже наши. А и десант все так неприступно довольно-таки долго стоят. Ну, а Черкассы уже почти сдались. Конечно, потери среди воинов есть. Не боевые, а такие. Вургундская партия прям жжет в последнее время. Вот тут усталость от войны нам не нужна. Потому что усталость от войны это всегда нации. Беспорядки, волнения всякие. А зачем они нам нужны? Волнения нам не нужны. Жалко, что нельзя там, значит, заплатите денег моим союзникам. Типа просто. Тогда все было проще. Представляете, если я сейчас захвачу этот проезд, скорее всего, ну, как будто перейдет все. Это будет такая цепная реакция. Захват Черкасс. Все. Ну, по идее, нам должно было перейти все вот это. Но что-то римляне как-то не особо охотно все это отдали. Братья, я постараюсь переместить свои войска в Ягода и побыстрее. Желание будет низкое. Мы нанесли больше урона, конечно, чем римляне, но все же. Но все же. Все с нашими союзниками ближайшими у нас. Все уже хорошо. Теперь можно ее с вандалами потолковать. Потом осем. Скоро все, нам сейчас понадобится много дипломатических очков. Их лучше беречь. Потому что присоединить такой крупной державы, это дело довольно-таки важное. И непростое. В принципе. Все, в общем-то, мы имеем право забрать себе вот эти все провинции. Лидисам, Браслам. Нолибрас. Не знаю. Типа того. Ну, а Сарматы разгромлены по полной нашей агрессивной войны. Докийская завоевань провинции Молдавия. Начало 134. Один год. Ребята, один год. Мне потребовалось, чтобы разгромить при помощи римлян и моих союзников мармиров. Османск, хотел сказать. Возможно, Османская империя-то вообще никогда не будет. Кто знает, как история повернет. Сарматов, конечно же. Сарматов. Восемь лет, чтобы австрийцам стали нашли. Ой, ой, все ужасно. Просят, просят мира. А я не хочу только Молдавию, я хочу большего. Я даже уже вот на это согласен, и вот на это согласен. Напомню, издевательство, короче, нас с собой. Так, отказ от претензий. Ну давайте, чтобы уж наше обстоятельство тоже было приятно. Кодиаком от 1. Ага, повтори пряц. Нет, торговля я не согласна. И смены религии тоже такой фигни нет. Ну так, уехать-то просто, чтобы делать смену религии, было прикольно. Давайте еще бабло. Подостаток. Ну, все нормально. Я доволен. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну а теперь у нас полная жопа в стране, как вы видите. Потому что придется сейчас все это присоединять. Каким-то образом. Так, все. Успешно у нас отправляются сюда, а эти ребята остаются вот здесь. Потому что это просто будет зверское тут. У тенгарей, у этих, у исповедующих в тенгаре людей, просто будет зверское бешенство. Ну, конечно, может, это кто-то скажет, что это был довольно-таки недовидный поступок, я знаю, но... Прикольно же. Сейчас мы в бургундской партии подаем. Немножко. Ну, ладно. Продолжим в следующей серии. С вами был Хеллер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.